всем привет сегодня хочу рассказать вам про один инструмент от компании hundai но перед тем как его демонстрирует небольшой лайфхак здесь находится вот это циркулярная пила покажу что это за ящик это ящик ящик рыболовный для зимней рыбалки или просто для летней рыбалки достаточно такой неплохой ящик для чего приобретен все знают что циркулярные пилы в основном без кейсов продаются после того как их приобретешь без кейса за таскать потом их вот ну комплектом каким-то таким отдельным не в чем можно купить конечно простой большой инструментальный ящик там пластиковый вот но хотелось подобрать вот кейс под циркулярку такой вот квадратненький приближенные приближенный к тому что как стандартный ну вот такой вот нашелся ящик рыболов в магазине вела сюда прекрасно как бы влезла со всеми комплектами ящик из прочнейшего пластика с такими крюсами здесь он нашел этот пластик выдерживает по инструкции ящика ну действительно на нем можно стоять, сидеть то есть вот такая подложка то есть это как и стульчик получается вот с таким мягким лимнем и вот сейчас я покажу саму циркулярку вот здесь вот такие кармашки вот здесь в одном из кармашков всякий ключ хранится для смены дисков шестигранных вот сейчас я вам не показал вот в комплекте вот такой вот ключ вот как раз в подарок шли вот такие вот наклейки от производителя ну и вот они как раз сюда и подошли в общем-то эти наклейки ящик сам по себе не тяжелый, легкий и в нем можно достать всякую приблуду для вот этой циркулярки 1500 ваттовая она 1500 ватт значит 190 диск здесь вот 190 диск 190 диск здесь вот такой вот ну как на всех вот этих циркулярках вот есть рукоятка здесь такая вот кожу хотят оттягивать и вот шла она в комплекте с диском 190 радио 190 крупный зуб с победитовыми напайками фирменный диск здесь уже подтерлась надпись ну вот как бы хумна сейчас покажу другой диск с мелким зубом купили тоже дополнительно вот здесь шестигранником меняется этот диск вот это диск грубый пил вот а диск вот здесь вот стопорная клавиша есть вот такая вот металлическая вот и сам диск вот блокируется то есть блокировка вот пилы дискодного надпись достаточно пластика сделан и вот тут удобная ручка вот такая вот поеобразная то есть как бы она ну отдельно крепится на сам корпус но достаточно тоже плотно она такая мощная ручка вот что в этой пилы еще в этой пилы вот угол наклона меняется у подошвы подошва вот с четкой с четкой линейкой достаточно сейчас вот она вот с четкой линейкой вот здесь вот есть шкала до шести шестидесяти пяти получается вы то есть вынос вот этого поднятия значит на глубина впиливание 65 вот 65 откручивается вот это угол наклона то есть у подошвы можно под углом тоже с четкой шкалой под наклоном впилить можно этой пилой так вот тут клавиша и стопор вот то есть нажимается это для безопасности кнопка вот это нажимается потом курок без нажатия этой курок не не жмется так и бокового упор вот бокового порш тоже с линейкой с такой четкой достаточно ну тоже алюминиевый вот и тут четко все видно не так как у других производителей даже у именитых слабее шкала вот супер и вставляется вот вот сюда вот этот винтик откручивается на подошве вот тут вот на подошве есть вот такие вот направляющие выпуклые по ней регулируется вот 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 допустим закрой ну прикрутил вот вот он вот так вот ездит по вот этим направляющим достаточно хороший ход вот ну чуть-чуть люфтит ну вот когда прижимается вот 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 и зажал вот он не ходит вообще не ходит в сторону поплотнее надо конечно закручивать вот и вот он все упирается нормально не собьется вот сейчас я покажу как она заводится ну звучит секунда и диск покажу сейчас одну секундочку паузу нажму вот вот диск с мелким зубом вот в такой упаковке вот так вот фирма тоже упаковка со всеми логотипами вот такой вот 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 190 миллиметров вот диск тоже с победитыми напайками достаточно тоже неплохие диски вот 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 производителя со всеми со всеми обозначениями вот то есть не кооперативный видно что это ну какой то фабричный даже если и по контракту делает это данный производитель я не думаю что будет допускать какие то косяки в качестве так продолжаю хочу быстро быстро все так сейчас я вам включу в розетку покажу как звучит покажу как она срабатывает сейчас увеличу вот ну прочная такая конечно пила прочно вот есть чем сравнивать есть у нас bosch вот на нее тоже как-нибудь обзор сделаю в бошу вот шкала меньше хуже видно потом у нее не летая алюминиевая подошва что для плотничных работ считается опять же конечно преимущество у bosch вот это алюминиевая а у bosch 190 тоже циркулярка у нее штампованная вот эта подошва ну вот соответственно а вот тут вот воздухо обдув и опилки нормально достаточно откидывает а 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 сейчас покажу как она впилит покажу продольный и поперечный сейчас секундочку паузу тоже нажму продолжаю вот я взял доску не очень нужно не очень толстая сейчас я посмотрю лазит там да ну вот так какая 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 неудобно 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 это был продольный рез грубый рез рвет древесину ну еще толкаю быстрее показать можно медленно разрывов вот мелким зубом гладенько напилить ну и вот сейчас поперечный продольный рез сейчас выровняем положитель чуть-чуть вот так вот ниже то есть вот так сейчас я еще раз покажу а то что свалилось на штатив кусок деревяки сейчас все время какие-то косяки тоже в это высыл а то что в исполнении вот вот такая вот она в работе уже повидавшие виды повидавшие виды вот хорошо зарекомендовала никаких нету никаких пошлостей в ней не выявлено таких вот пьяна недорогая конечно если сравнивать с именитыми пилами это недорого ну и по некоторым параметрам даже перепробуют именитые ну вот бошевские вот так я вот сейчас даже наверное возьму и сравниваю сейчас секундочку сейчас я достану так бошь конечно бошь вот в таком ящике сейчас на глазу так в эльбоксе вот вот бошь вот бошь 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 вот бошь бошь 190 мм бошь ручка вот такая летая на корпусе сразу и вот не летая штампована подошва она тоньше ну тут видно тоже да видно эту шкалу вот здесь вот видно то же самое все в принципе вот вот две пилы тоже здесь тиснение здесь кожух металлический а не алюминиевый алюминиевый а здесь здесь алюминиевый но сверху вот пластмассовая накладка вот тут тоже зуб грубый здесь даже пореже зуб чем здесь чаще зубы вентилируем алюминиевые алюминиевый здесь невентилируемый диск сейчас покажу вот 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 эти вот вот эти прорези как бы считается как дополнительно вентиляция для уменьшения налево диска и искажения вот в этой повадности она вот это получается сколько 1400 а и здесь преимущество больше конечно вот в том что толще этот провод более эластичный ну и потолще вот так вот выглядит так вот двигатель началась вот двигатель вот так в таком вот исполнении здесь вот в таком исполнении а и плюс наверное подошва больше больше они одинаковые по толщине подошва вот практически вот такие это полегче это потяжелее я потом про бошаде вот провод не такой конечно хороший как у бош вообще про бош потом тоже покажу всякие видео обзорчики есть как вот такая получается пила электропила циркулярная ручная хендай так а модель я скажу какая забыл сказать модель с 1500 190 серия эксперт то есть относятся к профессиональной серии у хунда хендай есть какая-то тоже серия инструментов бытового которые все инструменты в моих обзорах это вот эксперт они как бы не те которые вальдорадо везде на полках лежат продаются вальдорадо я не видел серии эксперт вот это заказы поставщика непосредственно вот эти инструменты которые ввозят это все к нам сюда вот на этом все вот такой вот обзорчик спасибо за просмотр все всем пока